Продолжение следует... 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 Уровень знания, уровень умения и уровень языка. Уровень знания – это когда нужно для начала правильно произнести английское слово несколько раз и перевести его по памяти на родной язык. Затем, после этого, мы с вами уже формируем непосредственно уровень умения, то есть слово уже с родного языка мы переводим на английский в том же порядке. И третий финальный уровень – это уже уровень языка, когда английское слово воспроизводится наизусть по типу таблицы умножения. Другими словами, наши ученики, когда начинают изучать то или иное слово, очень много времени тратят на его перевод, мысленно, например, в голове, чтобы правильно понять, в каком контексте то или иное слово можно использовать. Когда мы уже от них добиваемся непосредственно уровня языка, уже ученик не тратит большое количество времени на перевод. Мы говорим ему, например, слово a table, и он уже прекрасно понимает, что это слово означает, как это слово выглядит, и, соответственно, он уже не тратит время на перевод. Это у него уже, скажем так, спонтанная информация, которую он воспринимает на слух без перевода. Теперь вашему вниманию, уважаемые коллеги, я представляю несколько приемов и методов мнемотехники, которые мы сегодня с вами разберем. Итак, созвучное запоминание, это у нас будут с вами фонетические ассоциации, также метод последовательных ассоциаций, rhyming, рифмовка, cap letters, заглавные буквы, коррекция произношения, кодирование и еще один метод ассоциаций по картинкам или по фразам. Уважаемые коллеги, данные приемы и методы вам знакомы? Используете ли вы их во время своих уроков? Очень интересно узнать ваше мнение, поэтому не стесняйтесь, пишите в чат. Все коллеги хором говорят, что да, некоторые пишут да, но не все. Ну, я надеюсь, что пусть они все вам знакомы, но тем не менее мы с вами разберем их более детально, и я очень надеюсь, что вы почерпнете для себя что-то новое и будете порциями внедрять уже непосредственно в свою педагогическую деятельность. Ну что ж, давайте тогда поближе познакомимся с данными приемами. Итак, начнем мы с вами с метода фонетических ассоциаций. При изучении языка один из наиболее эффективных методов является фонетические, именно ассоциации. Они основываются на подборке к новым словам, близких по их звучанию и по смыслу знакомых слов. Тем более, что некоторые из них перешли в разряд интернациональных, международных. International words. И вот вашему вниманию, например, слова journal, журнал, bank, bank, park, park, sport, sport, hotel, hotel. Когда ученик видит эти слова, ему не нужно их переводить, потому что по смыслу он без особого труда, сопоставив уже свои знания, которые у него имеются, с теми словами, которые он знает на русском языке, соответственно, он уже может их правильно перевести сам для себя и понять значение слова, где его можно использовать. В дальнейшем, чтобы закрепить эффект, данные слова можно уже, например, разбирать в каких-либо упражнениях, где их нужно вставлять по смыслу, как вариант. И, соответственно, у ученика будет уже непосредственный контакт с языком, поскольку уже используя те слова, которые, как оказывается, он знал использовать в английском языке. Также мы с вами можем столкнуться с такими словами, как word and word, слово в слове, другими словами, compound nouns. Когда мы в одном слове видим два разных слова, которые при составлении обозначают еще одно. Вот, например, слово футбол. Ученик и так без труда сможет вам сказать, что это такое, но также мы можем разбить это слово на два и получим два отдельных значения. Фут – нога и бол – мяч. Соответственно, без труда можно догадаться, что это слово означает. Или, например, snowman. Опять-таки, snow – отдельно снег, man – отдельно человек, все вместе снежный человек, либо снеговик, как мы говорим, правильный перевод данного слова. Опять-таки, пользуясь своими знаниями, ученик может без перевода по смыслу, разбив это слово на две части, догадаться, о чем идет речь. Но стоит обращать внимание, что встречаются в английском языке очень странные противоречия. Contradictions. Вот, например, magazine. Очень часто ученики путают перевод, поскольку слово является созвучным с русским языком, так и переводят, как оно есть, что не есть правильно. Поэтому я предлагаю данные слова, им их не так много на самом деле, распечатать отдельно, раздать как памятку, вклеить, например, в тетрадь, либо в словарик. Таким образом, у ученика будет всегда наглядное пособие. А какое слово можно использовать в том или ином контексте, а какое – нет. Ведь на самом деле это очень проблемно, когда схожие слова в английском и русском языке начинают путаться. Вот, например, German – немец. Но очень часто можно услышать, как ученики переводят это слово просто как имя Герман. Либо artist, что не есть правильно. Важно, чтобы ученики понимали, что у этих слов есть свой основной главный перевод. Например, artist – художник. Вот. И для простого восприятия этих слов, вот как я сказал, лучше использовать именно памятку. Переходим с вами далее. Вот перед вами стандартная мнемоническая модель запоминания. Когда мы, делая опору на русский язык, можем без труда сделать ту или иную ассоциацию, таким образом проще запомнить и быстрее запомнить нужное нам слово. Например, глагол slip. Будем считать, что для ребенка это слово является проблемным, ну никак он не может его запомнить. Следовательно, глаза слепаются. Вот, глаза слепаются, мы хотим спать. Вот такая вот ассоциация. Ассоциация. Далее, paddle. Мы падали во сне. Либо мы падали в лужу. Бой. Бойкий мальчик. Как вы видите, и перевод слова, и его произношение, все присутствуют в одной фразе, в одной ассоциации. Или, например, можно использовать более рифмованную ассоциацию, и о рифмовке мы с вами поговорим немножко позже. Вот, например, коготь у орла острый как игла. Как вариант. Уважаемые коллеги, вы можете использовать те ассоциации, которые близки вам. Ведь любую ассоциацию можно поменять. У меня, например, возникли именно такие ассоциации. У вас могут возникнуть другие. Но, хочу заметить, самое главное, это прислушиваться к тем ассоциациям, которые возникают у учеников. Ведь мы нацеливаем нашу работу на то, чтобы нашим ученикам было проще запомнить то или иное слово. Следовательно, нужно также учитывать и те ассоциации, которые возникают у них. Также, теперь переходим с вами именно к последовательным ассоциациям. Вот его алгоритм. Важно понимать, что, чтобы лучше запомнить английские слова, можно два метода, например, фонетический и метод последовательных ассоциаций сопоставлять. Когда мы это делаем, соответственно, эффект сразу будет намного лучше, и слова будут вспоминаться быстрее. И как ни крути, одно без другого, в принципе, использовать проблематично. Потому что два этих метода, их фонетические ассоциации последовательные, идут очень хорошо. Для этого нужно правильно, вслух, прочитать английское слово, сконцентрировав его внимание не на написании, а именно на звучании данного слова. Лучше, конечно же, прочитать несколько раз. Затем прочитать перевод и уже предложенную звуковую ассоциацию, данную в сюжете. Тут уже обратите внимание, что мы говорим непосредственно не об одной какой-то фразе маленькой, да, у глаза слепаются, слеп глагол, а уже используем с вами определенный сюжет. Например, мы можем попросить наших учеников закрыть глаза, и вы им можете прочитать какое-либо сюжетное произведение, где мы используем ту или иную лексику. И главное, для того, чтобы эта звуковая ассоциация не терялась, она дается вместе с переводом уже в едином сюжете. Вот, например, вашему вниманию пример истории. Sell продает картины. Глагол в меню сюжете дан вместе с переводом. То, что нам нужно. Его брат Sold продал одну картину. История связана с запоминанием неправильных глаголов. Конечно же, чем больше будет сюжет и больше информации в нем, тем проще будет запомнить. А самое главное, чем интереснее и необыкновеннее будет сюжет истории, соответственно, тем лучше. Ученик сразу начинает запоминать, именно используя уже эти ассоциации. Более эффективно, например, будет, опять-таки, если мы попросим закрыть учеников глаза и представить это все. Это можно сказать, что мы с вами используем метод оживления. То есть нужно постараться ярко представить данную картинку, как Sell продает картины. Как его брат Sold уже продал одну картину. Нужно постараться услышать хруст денег, звон монет, чтобы ученик уже непосредственно мог превратить эту картинку в фильм. И, например, сам стать этим самым глаголом Sell. И таким образом, опираясь на его фантазию, на его воображение, мы можем добиться быстрого запоминания того или иного слова. Также на примере я предлагаю воспользоваться, например, пособиями. Это предметный портфель учеников для учеников 3, 4, 5 класса от нашего издательства «Титул», где можно воспользоваться таким приемом, как разбивать слова на ту или иную группу. В данном случае я представляю вам именно пример разбивки на группы синонимов и антонимов, где можно проработать новую лексику и разбить их на синонимические группы, либо на антонимы. Опять-таки, данные слова можно использовать в сюжетах, делать какие-либо краткие, краткое описание использования того или иного слова. И также ученики познакомятся поближе с синонимами и антонимами, что также облегчает запоминание того или иного слова. А вот теперь, уважаемые коллеги, мы с вами переходим к англо-русской рифмовке. Данный прием используете в своей практике, именно англо-русскую рифмовку. Может быть, рифмуете какие-либо слова проблемные, либо целые фразы, предложения, которые необходимы для изучения английского языка. Вот Наталья пишет, что использует, Марина использует, Вероника пишет, что нет. Но я надеюсь, что сейчас мы с вами проработаем данную англо-русскую рифмовку, и вы сделаете определенные выводы. Что, например, именно англо-русская рифмовка, она отлично подходит при изучении новых слов, повышает непосредственно интерес к предмету, а также оживляет дружественную обстановку на уроке. Вот Юлия пишет, что использует очень редко. Я надеюсь, что после того, когда мы с вами обсудим данную рифмовку, вы будете использовать ее почаще, так как действительно это работает. Отметим, что наиболее популярным способом составления именно мнемонических стихов является использование чередования строк на родном и иностранном языке. На самом деле это весьма удобно, так как полностью понимаемая строка на родном языке служит своеобразным базисом, который чрезвычайно прост для запоминания. А вот уже сама фраза или предложение на английском языке рифмуется с этим базисом для лучшего запоминания. С помощью данной методики можно без труда запоминать не только отдельные слова, словосочетания, но также целые предложения. И вот на ваших экранах пример. Сказал волчица серый волк I want to go for a walk. Нельзя гулять, кричит волчица. Ты должен день и ночь трудиться. С тех пор и воет серый волк I want to go for a walk. В чем плюс данной англо-русской рифмовки? Во-первых, ученику, нам с вами, коллеги, не нужно переводить значение слова. Значение именно той фразы, которая здесь дана на английском языке. To go for a walk. Уже в самом контексте непосредственно дан перевод и значение этой фразы. Это гулять. Нельзя гулять, кричит волчица. Уже по этой фразе ученик догадывается, может догадаться вполне реально о том, конкретно о чем идет речь в данной небольшой рифмовке. И на самом деле можно рифмовать любые фразы, любые предложения, чтобы упростить запоминание того или иного материала. Очень действенный на самом деле способ. Также рифмовку можно использовать для запоминания без особых усилий грамматических понятий или же опять-таки проблемных, на ваш взгляд, слов. Например, мы хотим с нашими учениками рассмотреть именно рифмовку, как лучше всего запомнить слова-вопросы. Вот, например. Who? Кто? When? Когда? Сковорода. Where? Где? В Караганде. How? Как? Да просто так. Why? Why? Почему? Ничего я не пойму. Вот такой вот вариант. Опять-таки, каждое слово дано на английском, плюс к нему дан сам перевод, небольшая рифмовка к слову. И опять-таки, проще, намного проще запомнить, как правильно использовать данные слова-вопросы. Вот нам Светлана пишет рифмовку для слова frog. Прыг-скок-прыг-скок, лягушка по-английски frog. Очень хорошая рифмовка. И опять-таки, очень просто запомнить, как это слово будет по-английски, например. Также четверостища киплинга можно использовать, но, на мой взгляд, больше для детей, именно постарше, поскольку здесь уже не будет русских предложений, которые будут рифмоваться. Как вариант можно использовать для быстрого запоминания слов-вопросов. Также можно использовать рифмовку для проблемной лексики. Вот, например, мы считаем, что это слово плохо идет у наших учеников. Его можно зарифмовать. Опять-таки, используя слово на английском языке, и сразу в этой же рифмовке должен быть и сам перевод. Например, Клоп и жук зовут собак, не поймаешь их никак. Милая бабочка butterfly, близко к солнцу, не подлетай. Тишину дарю я вам, тишина зовется come. Вот, на примере таких рифмовок ученикам проще запоминать ту или иную лексику. Также рифмовку можно использовать для того, чтобы изучать то, что нам необходимо с вами во время изучения неправильных глаголов. Смотрите. Например, вот, опять-таки, четырестища. Мы с врагами fight, fought, fought. Их в ловушку catch, cut, cut. День удачи bring, brought, brought. Мы в награду get, got, got. Я вам представляю данную рифмовку с неправильными глаголами, с переводом. Но, поскольку по контексту можно, в принципе, догадаться, что означает тот или иной глагол, ребятам можно дать уже без перевода. Ну, например, мы с врагами fight, fought, fought. Можно спросить, а что мы делаем с врагами? И намекнуть, например, там, жестом. Стать какую-нибудь боевую стойкую и так далее. Они без труда могут догадаться, что речь идет о драке. Значит, fight, fought, fought – это драться. А вот в ловушку, если мы врагов, что мы с ними делаем? Лобим. Значит, catch, cut, cut – это ловить, поймать, к примеру. А если мы это все сделали, да, вот победили всех врагов, то нам день удачи что? Ну, наверное, принес. Bring, brought, brought, как вариант. И мы награду за наше усердие, то, что мы победили и поймали всех врагов, мы награду получаем, да, get, got, got. Соответственно, ученикам сразу уже мысленном голове, поскольку у них воображение очень образное, очень яркое, без труда автоматически на подсознательном уровне представляют данную картину и тем самым им намного проще запомнить тот или иной глагол, особенно если глаголы полностью сочетаются и правильно можно использовать именно для изучения неправильных глаголов. Вот еще один пример. Если друга meet, met, met, его крепко keep, kept, kept, ну, а если lose, lost, lost, то того он cost, cost, cost. Вот такая вот ирония. Опять-таки, можно спросить, вот, да, вот, мы друга, что мы делаем с другом, да, мы встречаем его, да, вот, познакомили, встретились, попытались с ним дружить и так далее, но потеряли, значит, оно того стоило. Вот такой вот плохой друг. Cost, cost, cost. Стоить. Также, вот, пример из личного опыта могу привести, когда учился в университете, на втором курсе нам преподавали латынь, и для того, чтобы нам, студентам, было проще всего запомнить окончание единственного множественного числа активного залога, действительного залога в латинском языке, то наш преподаватель придумала вот такую вот рифмовку. OST mustisente, oris turnur minintur. Помню до сих пор. Видите, лишний раз показывает, что данный способ, он действительно действует, он работает, и когда рифмовка простая, легкая, естественно, запомнить проще. И вот по сей день, когда я вижу, например, какую-нибудь коренную фразу на латыни, то непроизвольно запоминаю, вспоминаю данную рифмовку с этими окончаниями единственного и множественного числа. Вот так. Рифмовка, в принципе, работает очень хорошо. Также, для детей, например, который еще вот только-только знакомится с английским языком, может пригодиться вот такой полезный стишок для вспоминания букв в алфавите. Но, смотрите, чаще всего мы с вами используем именно картинки, такие вот яркие картинки, где каждая буква соответствует тому или иному слову. Можно слегка это модернизировать, если мы, например, хотим, чтобы наши дети как можно больше выучили действий, именно глаголов. то можно показывать ту или иную картинку, которая обозначает действие, которое можно выполнить. Ну, например, A, apple pie, а далее идет ряд картинок, что можно с этим пирогом, к примеру, сделать, и какие-либо действия. Вот, например, B, bit it, C, cut it, D, deal it, E, eat it, F, fight for it, G, get it, H, have it, I, inspect it, и так далее. Соответственно, можно таким образом эти действия также и копировать, сделать такую вот мини-физминутку, где на каждое действие можно прорабатывать тот, на каждое букву прорабатывать то или иное действие. в принципе работает, можно попробовать. И таким образом дети более эффектно выучивают английский алфавит, но плюс запоминают действия, которые связаны непосредственно с этими буквами, если мы говорим о глаголах. Можно попытаться попробовать, я думаю, все получится. Также рифмовку можно использовать, и она очень хорошо идет, если мы говорим о правилах орфографии. Есть проблемные моменты, когда вот путают те или иные слова, как они правильно пишутся, опять-таки рифмовка может в этом помочь. Ну, например, if the letter C you spy, put the E before the I. If you do not spy the C, put the I before the E. Часто видим, когда путаем буквы после буквы C, к примеру, но важно также понимать, что не нужно сразу вот так вот сходу давать этот стих, вот все, давайте вот сейчас мы стих выучим, и вы должны запомнить, как это слово произносится, правильно будет писаться и так далее. Так не получится. Нужно с этой проблемой столкнуться, дать этот стих как пример, а еще лучше, вот, например, я у себя в кабинете вот такие вот мини-правила рифмовки распечатал и повесил на стены. и когда ученик забывает, он может без труда воспользоваться этой мини-подсказкой и не допустить ту или иную ошибку. И данный вот именно прием сходится к тому, что мы не тратим на уроке время для того, чтобы лишний раз напоминать им правила орфографии. Мы можем об этом проговорить, но подсказку ученик может найти сам в кабинете. Теперь мы с вами переходим к такому приему, как cap letters. Cap letters либо capital letters это заглавные буквы, это опять-таки мнемоническая ассоциация, где мы с вами используем буквы слов и получаются своеобразные, довольно-таки необычные акронимы, где каждая буква как своеобразный крючок, на который мы нанизываем слова. И я вашему вниманию предлагаю один из классических примеров для вспоминания порядка прилагательных предложений в английском языке. Но перед тем, как дать данный акроним детям по заглавным буквам, естественно, нам с вами необходимо, уважаемые коллеги, проработать материал, объяснить значение каждого слова, привести примеры, вот, например, opinion, мнение, size, размер, age, возраст, shape, форма, color, цвет, origin, происхождение, и material, материал. А вот далее, чтобы им было проще запомнить, мы уже с вами придумываем вот такое вот необычное слово. Osas.com либо Osas.com Смотрите, чем необычнее, чем прикольнее будет слово, и этого, естественно, этого слова не существует, тем проще ученику запомнить по первым буквам, о чем идет речь. Можно, ну, тут то слово, скобочка, которое вы видите, Osas.com, слегка такое вот модернизированное слово. Можно подвести итог темы, когда уже полностью разобрали, проработали порядок прилагательных, сказать, что для того, чтобы вам проще было запомнить последовательность, вот есть такой вот особый сайт Osas.com И, поверьте мне, после проработки, когда дети знают, что такое opinion, size, отработаны определенные упражнения, и по заглавным буквам ученик уже сможет без труда понять и запомнить, что, зачем следует. Если мы, например, перейдем к следующему этапу, именно Cap Letters, то вашему вниманию я представляю окростих. Это еще одна такая особая мнемоническая ассоциация, где первая буква в каждом слове является началом слов, которые нам необходимо запомнить. Здесь мы уже с вами используем не просто заглавные буквы, которые дают несуществующее слово, а используем целое предложение. Например, мы хотим добавить к теме прилагательные, их последовательность, после material, например, purpose, назначение. Можно дать вот такой вот окростих. On Saturday and Sunday called Owens make pastry. Опять-таки, можно использовать как вариант и по первым буквам после прорабатывания этого материала можно дать этот окростих как такое вот простое запоминание последовательности использования прилагательных. А теперь, уважаемые коллеги, вопрос к вам. Перед вами фраза Richard of York gave battle in vain. Как вы считаете, как вы думаете, какие слова зашифрованы в этом окростихе? В подсказку, естественно, это первые буквы, которые вы видите в этом окростихе. есть у вас какие-либо варианты предположения? Какие слова могут быть зашифрованы? Вот на Валерия пишет colors цвета, совершенно верно, вы правы, попали в десятку, это цвета радуги. Мы можем проработать цвета радуги, дать данный окростих, чтобы ребенок мог запомнить цвета в том порядке, в котором они расположены именно в радуге. Richard red of orange york yellow и так далее. Также действенный способ быстрого запоминания лексики. Теперь мы с вами переходим к примеру коррекции произношения. Можно использовать для этого смешные напоминалки. Опять-таки, если ученик сталкивается с трудностью произношения слов, можно дать такую колкую напоминалку смешную и больше не тратить время на эту ошибку, потому что любая необычная фраза очень сильно откладывается в памяти. Вот, например, вашему вниманию представляю самые распространенные трудности, когда ученики, например, в слове отель очень часто это слово произносят, делая ударение на первый слог. простая напоминалка хотел по-русски хотел хотел в отель это вот фраза плюс само слово похоже на английское слово hotel и следовательно проще запомнить или слово please очень часто опять-таки дети делают ударение на первый слог. используем смешную напоминалку my niece is in police все слово совпадает по удару рифмы с первым словом niece соответственно уже ученик не ошибется опять-таки можно подобрать самые проблемные слова в которых ученики допускают ошибки и распечатать и памяткой повесить в кабинете еще один пример say prefer but preferable очень часто опять-таки зная как произносится слово prefer ученики читают слово preferable делая ударение на второй слог что недопустимо say prefer but preferable очень поверьте действенно также можно использовать для примера коррекции произношения смешные рифмовки и опять-таки давать их только в том случае если мы непосредственно столкнулись с такой проблемой be must not be heard in doubt that and done both live it out опять-таки распечатать развесить как наглядный пример и ученики без труда смогут им пользоваться опять-таки действенно поверьте работая всегда особенно если например мы с вами столкнулись с данной проблемой не нужно сразу напоминать правило что вот такая вот буква нанимая в таких-то словах у вас есть стих вот запомните легко и просто непринужденно be must not be heard in doubt и так далее и повесить кабинет далее мы поговорим с вами о кодировании кодировании того или иного слова опять-таки один из способов простых способов вспоминания новой лексики сама цель кодирования это развитие умения подбирать символы к предложенным словам ну например изучаем например слово че и ученик вместо того чтобы опять-таки искать какой-либо перевод он это слово рисует кодирует для себя то как он это слово видит и потом опираясь на свою кодировку может воспроизводить то или иное слово которое он нарисовал а запоминая их непроизвольно или же как мы часто с вами делаем я уверен мы используем такие вот наглядные хорошие примеры в виде карточек мы даем им карточку на ассоциацию там закодировано определенное слово вот например snow снег но главное чтобы карточка была как можно ярче и размера побольше если карточка будет маленькая дети могут визуально информацию не воспринимать поэтому чем карточка будет больше и ярче тем будет проще я вам представляю именно карточку где у вас уже перевод написан ваша задача показать карту без перевода и обратиться к ученикам знают ли что изображено там у них будут сразу ряд ассоциаций знакомых слов например там карточка много снега да вот снег зима и так далее и потом мы показываем да это snow снег или например flower цветок показали что видим цветок вы правы flower и вот на таких вот ярких образах дети очень быстро могут запомнить те или иные слова вот еще один пример дерево tree показали им красивое большое дерево и тем самым дали им определенную визуальную помощь ассоциацию чтобы они могли запомнить это слово также кодировку я вам представляю в наших пособиях метапредметный портфель 3-4-5 класс у вас есть мини текст который можно проработать выделить например домашних животных зеленым цветом а диких желтым далее после текста можно прогуляться по мини зоопарку и расшифровать того или иного животного которого ученики встречают на своем пути они все даны в форме картинок опять таки кодировка идет визуальная и ученики уже из текста могут подобрать то или иное слово проработав текст и выполнив ряд заданий на эту лексику также можно использовать ассоциации по картинкам уже когда есть ряд картинок и нам нужно их разбить на группы вот как на примере было синонимов антонимов только тут уже у нас есть непосредственные картинки в помощь наших ассоциаций в помощь нашим ассоциациям например прорабатываем слова и распределяем их по группам rooms комнаты отдельно furniture мебель отдельно и the rest остальное в третью колоночку проблемная лексика на всякий случай с переводом дана как новые слова далее используются стандартные картинки без перевода дана картинка и к ней просто подписано что это например kitchen мы смотрим на картинку и реально понимаем что это кухня но задание заключается в следующем нужно по количеству стульев правильно по порядку расставить картинки вот например there are a chairs in the living room в этом упражнении мало того что мы визуально стараемся запомнить то или иное слово мы еще и прорабатываем с вами такую конструкцию как there is there are и вот так вот по ходу смотрим на количество стульев и стараемся определить в какой комнате было больше всего стульев и вот так вот идти от большего к меньшему и уважаемые коллеги что самое главное в немонике это конечно же яркость образа чем ярче образ тем лучше можно запомнить и быстрее слово вот приведу вам пример также из личного опыта когда я еще был мне кажется класс пятый шестой ну пятый скорее всего я на доске неправильно написал слово пэн ручка я написал через букву эй получилась сковорода пэн и моя учительница не растерялась не стала меня ругать а наоборот сказала запомни вот представь что буковка эй это сковорода она такая же круглая как сковорода и соответственно когда ты ее используешь в этом слове у тебя получается само слово сковорода и вот с тех пор вот после такой вот ассоциации что буква эй круглая как сковорода если я пишу ее вместо буквы и в этом коротком слове у меня получается именно сковорода и с тех пор всегда когда я пишу это слово у меня непроизвольно выскакивает именно вот перед глазами такая вот ассоциация со сковородой И ни разу больше я не ошибся. И, естественно, таких ассоциаций у детей может быть много. И чем больше их будет, тем лучше. Тем быстрее мы с вами добьемся оптимального результата. Или же можно использовать самые нелепые, самые необычные образы. И чем они ярче, чем они будут сложнее, тем лучше. Вот, например, cat. Знакомое слово, да? Кот. И нам нужно запомнить, как будет правильно по-английски слово гусеница. Потому что оно большое слово, и запомнить его сразу очень тяжело. Вот можно представить гусеницу. На голове у гусеницы сидит кошка. Дети очень часто спрашивают, такая маленькая кошка на голове у гусенички? Вы говорите, конечно же. Вот запомните, дети, вот cat. И можно воспользоваться уже русским словом пила. А теперь нужно нам эти две картиночки соединить. Получится cat a pillar. Гусеница. Поверьте мне, идет на ура. Тем более, образ очень нелепый. Дети удивляются, как такое возможно. И получается очень хороший эффект. Вот как щелчок пальцев. Запомнить просто. Поэтому, повторюсь еще раз, именно вот сама фишка в немонике в том, что образы должны быть яркие, чтобы дети могли их себе представить и запомнить надолго. И любое запоминание того или иного слова откладывается уже в долгосрочную память, что очень важно. Поскольку, если, например, он с этим словом, ученик, я имею в виду, долгое время не сталкивался, а потом вдруг оно появляется в тексте, у него ассоциация выскакивает, как вот щелчок, и он сразу же понимает, о чем в этом слове идет речь. И, уважаемые коллеги, важно помнить, очень важно понимать несколько вещей, что именно при использовании того или иного мемотехнического приема нам нужно принимать во внимание такие вот правила запоминания. Успех в изучении языка зависит не от знания особого метода, а от умения воспользоваться самой технологией. Единица запоминаемой информации должна быть как можно длиннее. Это должен быть блок слов или целое сочетание тех или иных слов. Например, если вы решите воспользоваться именно методом сюжетов, ассоциаций, как вот я приводил пример истории с глаголом sell. Соответственно, это был всего лишь пример, но данный пример нужно расширить, чтобы получилась именно вот очень образная сюжетная ситуация, чтобы там было больше лексики, которую нам нужно выучить. И главное, чтобы лишить список слов однообразия, необходимо каждому слову придать какую-либо яркую метку, маркировку. Слово передается непосредственно в долгосрочную память, не столько через само повторение, если мы без конца повторяем одно и то же слово, сколько с помощью самих сюжетных картинок. Когда ученик видит это слово перед глазами, и, соответственно, ему проще запомнить это слово. Естественно, когда мы уже доходим до автоматизма, мы легко делаем то, что мы с вами можем совершить непроизвольно, помимо нашего участия. То есть слова будут запоминаться непроизвольно, если запоминание не будет самой целью нашей деятельности, а непосредственно мысленные операции со значением и произношением, они должны непосредственно включаться в цель. И перед запоминанием необходимо настроиться на само занятие. Также следует принять во внимание также главный факт, что все предложенные методы и приемы, они не являются самой целью, основной частью урока. Они рассматриваются лишь как вспомогательное средство для активизации фоновых знаний учащихся, и креативности, и самостоятельности. Поэтому время на такой вид работы должно быть ограничено. Если, например, мы сразу вот войдем в класс и будем давать стихотворение, либо сразу же сюжет какой-либо глаголу, эффект будет, на мой взгляд, незначительный, потому что ученика нужно подготовить к тому, что... О чем пойдет речь на уроке? Что есть такие-то слова, они означают то-то, то-то, то-то. И только потом мы с вами даем уже определенную ассоциацию. Важно также понимать, что если ученик, например, неправильно произнес то или иное слово, нужно именно какую-либо ассоциацию, ту же самую рифмовку, либо такую вот колкую фразочку кинуть непосредственно ученику, а не всему классу, чтобы он сам понял свою ошибку. Наша с вами задача понимать, что мы в какой-то степени должны корректировать наших учеников и стараться, чтобы они информацию воспринимали непосредственно с помощью своих одноклассников. А учитель по своей сути хоть и является источником знаний, он должен корректировать мысленный процесс учащихся, чтобы непосредственно сами дети могли создать ту ассоциацию к тому или иному слову, которая им подходит. Вот Елена нам пишет, я отвлекусь немножечко на чат, а как бы мне придумать яркий образ на слово reliable? И вот Светлана очень такую вот хорошую ассоциацию придумала, что рельсы надежно закреплены. Действительно, можно еще подобрать яркую картинку и, как вот пишет Светлана, представить, что их не отодрать. Соответственно, данный яркий образ может способствовать быстрому запоминанию того или иного слова. Опять-таки, важно использовать сам перевод в этой ассоциации. И, уважаемые коллеги, давайте мы теперь с вами подведем итоги нашего вечернего вебинара, который мы с вами посвятили мнемотехнике. Какие приемы мнемотехники вы готовы внедрить в свои уроки? Мы с вами рассмотрели несколько вариантов приемов и методов. Мне кажется, могу поспорить даже, что большинство из вас согласятся использовать именно метод ассоциации, например, картинок или понетических ассоциаций. Вот, например, Любовь пишет, что очень любит кодирование. Я вас поддержу в вашем решении. И Екатерина пишет кодирование. То, что когда мы с вами используем данный метод, данный прием, то ученик сам у себя вызывает яркие образы. Тем самым он быстрее и проще запоминает. Кому-то нравятся рифмовки. Вот я смотрю, Лариса Сергеевна нам пишет, что англо-русские рифмовки очень хорошо действуют. Да, я удивлен. Обычно пишут, что именно метод ассоциаций больше нравится. Да, есть яркий сюжет или яркая картинка. Но, тем не менее, само задание, как кодирование, также отлично можно использовать, внедряя постепенно в свою педпрактику. Далее, коллеги. Считаете ли вы, что мнемотехника может действительно облегчить запоминание новых слов? И почему? Как вы считаете? На мой взгляд, конечно же, это облегчает запоминание тех или иных слов. Главное, все будет зависеть от самой цели. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но все будет зависеть, какой цели мы придерживаемся с вами. Если мы хотим именно разобрать слова, тогда да, можно дать их и в кодировке, можно дать их и в ассоциациях, например, фонетических. Если мы работаем со словами, которые созвучны с русским языком, но в английском языке имеют другое значение. А если мы преследуем цель разобрать грамматику, то, опять-таки, можно использовать не только, например, те же самые акронимы, которые коллеги пишут, что понравился сайт osash.com, а можно использовать более такие графические методы, мнемонические, графические. Например, нужно разобрать, условно скажем, настоящее длительное время. Берем глагол быть, да, вводим его в кружочек, получается такая, как мини-голова. Далее мы добавляем к нему туловище, где пишем значок глагола, это буковка V, и хвостик, подписываем ему ing. Например, ушки и носик – это формы глагола to be в настоящем времени, это m is r, и получается такая вот мышка, скажем так. И, соответственно, тоже такой графический метод может помочь. И последний вопрос, коллеги. Согласны ли вы, что использование мнемотехники на уроках должно быть ограничено? И почему? Как я и говорил, пока вы пишете свои комментарии, как и говорил, да, вот Наталья пишет, чтобы не заиграться. Да, совершенно верно, поскольку некоторые из приемов, которые мы рассмотрели, очень свободно можно использовать на первом этапе урока, как разогрев. Warm in a, brainstorm, что-нибудь в этом плане. Вот Валерия пишет, как кот-голова, m is r. Ну, я предложил мышку, вы кота, в принципе, как вариант тоже подойдет. Главное, чтобы ассоциация была доступна для детей. Вот. Надеюсь, что данный вебинар вам понравился, и вы будете использовать те или иные приемы, которые помогут вам улучшить результат запоминания новых слов. Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. Я вам сейчас скину в чат ссылку, как получить сертификат. Я благодарен вам за вашу активность. Ссылку я вам еще раз продублирую на всякий случай в чате. Спасибо, что поддержали, что просмотрели вебинар. Также спешу напомнить, что 25 сентября, это будет также вторник, в 11 часов и в 17.00 по московскому времени. Я буду давать вебинар на тему «Типичные трудности ОГЭ и как их преодолевать. Письменная часть». Мы разбирали устную часть, теперь возьмем письменную отдельно во вторник, 25 сентября. Так что следите за расписанием. Еще раз всем большое спасибо. Как я обещал, сейчас еще раз продублирую вам ссылку на получение сертификата. Также по этапную инструкцию вы можете видеть перед собой. Спасибо, что присоединились. Надеюсь, информация была доступной, полезной. И увидимся с вами 25 сентября. Всего вам хорошего. До свидания.